Сегодня видео, как поменять шаровую наконечник тормозной диска колодки своими руками. Покажем на примере Гранте. Во-первых, снимаем колпачок с колеса. Далее берем головку на 30 и срываем большую гайку на шрузе. Только после этого откручиваем колесо. Снимаем и приступаем к работе. Теперь берем отвертку, отгибаем пластину на суппорте от болта. Берем головку на 13 и откручиваем болт снизу и сверху. Конечно же вытаскиваем. Аккуратненько руками снимаем суппорт с диска. После этого нужна головка звездочка Е12. И тут откручиваем тоже два болта сверху и снизу. Снимаем. Далее легко и просто снимаем сам тормозной диск. Берем щетку и зачищаем. Насколько у вас хватит сил. Берем направляйку, снимаем пыльничек. Промываем очистителем тормозов. Вытираем насухо. Наносим специальную смазку. Размазываем. Засовываем и на второй стороне делаем то же самое. Теперь распаковываем наш новый спортивный передний диск. Ставим его на место. Это делается абсолютно без усилий. Ну и немного закручиваем на два болта, чтобы он никуда не делся. Берем в руки суппорт. Берем в руки специальное устройство. И простыми действиями сжимаем суппорт на место. На места соприкосновения наносим медную смазку. Ставим на место на диск. Ну и прикручиваем на два болта сверху и снизу. Далее специальной смазкой смазываем те места, по которым будет ходить колодка. После этого ставим уже сами колодки. Одеваем суппорт. Закручиваем и затягиваем на два болта. Приминаем пластинку. Все готово. Диск с колодками поменен. Далее мы будем менять наконечники на рулевой рейке. И первым делом нам нужно плоскогубцами вытащить вот этот шплинт. Берем головку на 19 и откручиваем и снимаем вот эту гайку. После этого берем головку на 13 и откручиваем вторую гайку, которая держит сам наконечник. Далее, если у вас нет под рукой специального устройства, берем монтажку. С одной стороны давим, с другой стороны бьем. Бывают случаи, когда это сделать очень и очень сложно. Но тут повезло. Поворачиваем руль вправо или влево, смотря с какой стороны вы меняете наконечник. Начинаем откручивать. И тут самое главное считать, сколько было оборотов. Новый нужно закручивать будет так же, и тогда скот-развал не так сильно разойдется. Хотя делать его придется в любом случае. После того, как открутили, чистим железной щеткой. Брызгаем очистителем тормозов. Вытираем насухо. Наносим медную смазку. Берем новый наконечник и закручиваем столько же раз, сколько откручивали старый. Поворачиваем руль обратно. Ставим наконечник на место, пристукиваем. Затягиваем гайкой из комплекта. Не забываем вставить шплинт. Разводим усики и подстукиваем молотком. И не забываем прикрутить и затянуть второй болт на наконечнике. Вот и все, наконечник мы поменяли. Ну а теперь будем менять самое сложное, это шаровую опору. Для начала нам нужно полностью открутить гайку со шруза. После этого головкой на 17 откручиваем два болта на шаровой слева и справа. Тоже бывает так, что их сорвать очень и очень тяжело. Берем головку на 19 и откручиваем главную гайку, которая держит шаровую. Теперь срываем диск и стойку со шруза. Это нужно сделать обязательно. А вот он просто незаменимый инструмент для снятия шаровых опор. Вбиваем этот инструмент вот сюда. Подставляем нижнюю опору инструмента. И начинаем потихоньку крутить ключом. Опа, что сам выскочил. Шаровая выскочила, а без этого инструмента это могло длиться очень долго. Сразу же ставим новую шаровую. Прихватываем гайкой, но не затягиваем. Теперь нужно одеть шруз на место и без монтажки тут не обойтись. Теперь подгоняем шаровую опору и прикручиваем. Сразу же хорошенько все протягиваем. В конце протягиваем вот эту гайку. После этого закручиваем гайку на шрузе. Прикручиваем колесо. Протягиваем его. После этого конкретно протягиваем гайку на шрузе. Все готово и на все про все у нас ушло полтора часа. Едем смотреть не гремит ли что еще.